Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Мы уже представлены случаи, они уже нас немножко опустили на землю. И я хотела бы начать тоже свое сообщение с исследований, проведенных в нашей стране по доступности современного лечения метастатического рака почки, несмотря на то, что уже почти 10 лет назад прошло с момента первой регистрации таргетных препаратов для лечения почечноклеточного рака, но вот анализ ситуации, к сожалению, не очень такой радостный. Несколько лет назад подобное исследование проводилось уже по ДГИД Института Герцена, и вот тогда мы увидели свои реалии. Очень количество пациентов, получающих таргетную препарату, очень невелико. Основной, наиболее часто используемый препарат для лечения метастатического рака почки – это интерферон. Прошло определенное время, но, к сожалению, не очень изменилась ситуация. И здесь мы также видим, что при анализе тактики лечения пациентов без малого более 400 пациентов метастатического рака почки, мы видим, что все равно интерферон у нас продолжает оставаться наиболее часто используемым препаратом. Таргетную терапию, по данным этого исследования, получали 40%, что все-таки выше, чем ранее опубликованные данные, но и 10% получают другие виды лечения. По системной терапии по поводу метастатического рака почки получает 62% больных, и достаточно высокий процент пациентов, которые вообще не получают лекарственного лечения при наличии, казалось бы, активной метастатической болезни. Ну и еще несколько цифр. Это одну линию в нашей стране, как вы видите, получило 50% пациентов, а две и более всего лишь 15% больных, что, конечно, говорит о том, что пока доступ к современным опциям лекарственным, но в нашей стране, конечно, отстает от, наверное, мировых показателей, и, возможно, поэтому медиана общей выживаемости наших пациентов всего лишь 12 месяцев, что, конечно, значительно ниже тех результатов по последовательной терапии метастатического рака почки, которую мы встречаем в литературе. Ну, сейчас, если вернуться к рекомендациям, то каких-то серьезных изменений, наверное, наиболее значимыми изменениями, которые появятся в рекомендациях в 2018 году, это включение двух новых опций в лечение метастатической болезни. Но если говорить о лечении локализованных форм заболевания, то, конечно, понятно, что основным методом остается хирургическое лечение, в частности, это нефрактомия или радикальные резекции почки в тех случаях, когда это позволяет размеры первичной опухоли. Подчеркивается о том, что нет необходимости превентивно удалять регионарные лимфоузлы. И на сегодняшний день пока новых стандартов в лечении в адювантной терапии рака почки нет, поскольку те исследования с таргетными препаратами, а именно теразинкиназными ингибиторами, которые уже проведены и результаты которых представлены, не показали существенного влияния на общую выживаемость пациентов. Поэтому ни адювантной терапии, лекарственной, ни профилактической лучевой терапии в стандартном лечении эти виды терапии не являются. Про факторы прогноза говорили уже предыдущие выступающие. Надо сказать, что по моему опыту, тем не менее, не так часто эти стадирования пациентов производятся в реальной клинической практике, хотя значение этого возрастает уже в соответствии с последними данными, которые Анна Игоревна приводила. Если будут появляться новые стандарты, то новые препараты будут регистрироваться, мы уже видим важность определения прогноза у пациентов для выбора более эффективного метода лечения. Это уже касается не только пациентов с неблагоприятным прогнозом, но и для пациентов с благоприятным и прогностическим прогнозом. Поэтому, конечно, все-таки важно все вот эти факторы определять и, соответственно, изначально устанавливать прогноз для каждого пациента, но в том числе и для того, чтобы элементарно просто можно было более тщательно и правильно проводить оценку эффективности лечения и выживаемости пациента в зависимости от той или иной прогностической группы. Если говорить о роли хирургического лечения при метастатическом почвенно-клеточном раке, то уже ряд и ранее проведенных исследований, и не так давно проведенных обзоров и исследований показал, что палеотивная нефрактомия имеет значение, в том числе и в эпоху таргетной терапии, но выполнять ее рекомендуется тем пациентам, которые имеют не более трех факторов неблагоприятного прогноза по шкале Хинга. Ну и, конечно, случай такого, скажем, индолентного течения метастатического рака почки позволяет хирургический метод рассматривать и для пациентов с изолированными метастазами, с впервые выявленными метастазами, также если мы определяем правильно прогноз заболевания. Ну и вот это такой подход к хирургическому лечению, предложенной рекомендацией американские, и, в общем, мы тоже видим, что нефрактомия преимущественно предлагается пациентам до начала системного лечения, если это потенциально удалимая первичная опухоль, или если имеются солитарные метастазы. Понимая, что, конечно, высок риск возникновения прогрессирования заболевания у пациента после удаления метастазов, но, тем не менее, как вы видите, здесь лекарственного лечения профилактического не предлагается, а терапия начинается уже после дальнейшего прогрессирования болезни. И на этом слайде представлен основной алгоритм подхода к лечению метастатического почечноклеточного рака. Здесь также подчеркивается важность определения прогностической группы для каждого пациента, потому что, ну, по этому признаку строится алгоритм лечения. И мы видим, что пациентам с благоприятным промежуточным прогнозом рекомендовано проведение палиативной нефрактомии, если это необходимо. Дальше пациентам с промежуточным прогнозом и с неблагоприятным прогнозом рекомендуется в качестве, вернее, дифференцированный подход к лекарственному лечению в зависимости от прогноза. И уже о тех лекарственных возможностях, которые сегодня есть в нашей стране, ну, может быть, пока не в, так скажем, не в реальной клинической практике, но вот мы сейчас и поговорим. Да, вот то, что я сказала, это основные такие нововведения, которые внесены в рекомендации Русска на 2018 год. Это появление в качестве новых стандартов лечения второй и последующей линии двух препаратов, вернее, одного препарата Неволумаба и одной лекарственной комбинации, это Ленвотениба и Виролимуса. Большой спектр препаратов, 10 препаратов зарегистрировано в нашей стране на сегодняшний день. Ну, к сожалению, вот нет, скажем, такого доступа, широкого доступа к этим препаратам, ну, по крайней мере, у нас есть, в общем, юридическое обоснование всех их назначать, хотя бы вот это какой-то такой момент положительный, ну и, наверное, тот факт, что все-таки пересмотрена в этом году система жизненно важных и необходимых лекарственных средств, которые включены и новые препараты, во всяком случае, да, Неволумаб, возможно, как-то эту ситуацию сдвинет. Две особенности дозирования для сунетиниба и оксетиниба. Все-таки, несмотря на то, что исследования показали, в общем-то, равную эффективность стандартного и модифицированного режима назначения сунетиниба, я имею в виду не 4 недели лечения, а 2 недели перерыва, а вот этот режим 2 недели лечения и 1 неделя перерыва, но все-таки в рекомендациях делается акцент на то, что вот этот модифицированный режим необходимо использовать при непереносимости стандартного режима. И особенность, еще раз подчеркнута особенность эксетиниба, это первый препарат, для которого официально зарегистрирована возможность титрации дозы в зависимости от переносимости препарата. И стандартная доза – это, как вы знаете, 5 мг 2 раза в день. Но если мы не видим выраженных нежелательных явлений, в частности, артериальной гипертензии и некоторых других, то мы можем проводить эскалацию дозы до 7 мг 2 раза в неделю и далее до 10 мг 2 раза в неделю. Но это вот такая особенность, присущая именно оксетинибу. Ну, тоже уже возможности первой линии терапии метастатического рака почки уже были представлены. Я просто хотела их показать для сравнения, потому что, ну, в принципе, все эти рекомендации, они перенесены и в рекомендации наши российские. Наверное, с единственной оговоркой, что в наших рекомендациях пока еще остается, правда, с такими большими ограничениями, но все-таки остается, оставлено место для интерферона. Наверное, сделано это, учитывая то, что все равно этот препарат используется, вот, но хотя бы здесь это более так, ну, вернее, проведена попытка так как-то сузить категорию пациентов для назначения этой терапии. И, кроме того, тоже такой момент подчеркнет необходимость, что проводить это можно в том случае, если есть, при тщательном, во-первых, мониторировании ответа и если есть возможность немедленного перевода пациентов на таргетную терапию, если будет выявлено прогрессирование заболевания. Но все же основными, так скажем, лечебными подходами, конечно, в качестве основных подходов должны рассматриваться уже современные препараты. Это, в первую очередь, сунитениб и пазопониб. Да, есть, вернее, в части, может быть, пациентов с определенными видами сопутствующей патологии. Возможно, в качестве первой линии назначить и сарафениб. Ну, считается, что как будто бы он обладает, так скажем, менее выраженной токсичностью. Ну, а темсоролимусу стандартно отводится место для, вернее, у пациентов с неблагоприятным прогнозом. Но, возможно, что все-таки у этих пациентов появится и новая опция лечения, если будет проведена регистрация неволумаба с эпилемумабом, поскольку вот результаты показали, вернее, эта комбинация показала очень такие обнадеживающие результаты именно у пациентов с неблагоприятным прогнозом. Вторая линия терапии, также для сравнения, это рекомендация НССН. И здесь основными опциями, предпочтительными опциями, являются кабазантиниб и неволумаб. И также есть возможность использовать окситениб и комбинацию ленватиниба и виролимуса. Ну, мы знаем, что у нас кабазантиниб не зарегистрирован, а вот сейчас и у нас тоже есть возможность назначать, использовать и неволумаб, и вот комбинированную терапию в качестве терапии второй и последующих линий после прогрессирования на тирозин-киназных ингибиторах. Для рекомендации ЭСМО, в принципе, тоже, в общем, совпадают вот с сегодняшними представлениями о терапии после прогрессирования на ингибиторах тирозин-киназы. Причем надо обратить внимание, что и виролимус, несколько лет являющийся, ну, по сути, единственным стандартом лечения терапии второй линии, сегодня в рекомендациях ЭСМО вынесен только в качестве опции. А стандартом терапии является неволумаб, ну, и здесь это кабазантиниб, хотя мне кажется, что комбинация показала очень интересные результаты, ну, единственное, что это исследование второй фазы, а не третьей, поэтому такое есть какое-то, скажем, более такое настороженное к ней отношение. Но, тем не менее, в нашей рекомендации в качестве второй и последующих линий попали и неволумаб, и окситениб, и ленватениб в комбинации с овиролимусом. Хотя сделана оговорка, что эта комбинация изучалась в клиническом исследовании второй фазы, что зарегистрирована достаточно высокая частота нежелательных явлений, и это лечение требует особого мониторинга. Ну, все то же самое можно сказать, ну, в общем-то, о любой терапии на самом деле, ну, и, конечно, о терапии неволумабом. И при прогрессировании после терапии интерферонами или комбинации бивозозумаба с интерфероном возможно использование и ингибиторов тирозинкиназы окситениба, позапониба, сунитениба и сарафениба. Ну, об этом уже Анна Игоревна говорила. Все-таки, какими можно факторами руководствоваться при определении, скажем, подхода к терапии после прогрессирования на тирозинкиназных ингибиторах. Ну, и мы видим, что как раз факторов, ограничивающих использование антипиди, антител, в частности, неволумаба очень и очень немного. Ну, по сути, это, наверное, пациенты только с какими-то выраженными действительно тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, в том числе и те из них, которые требуют терапии стероидами в высоких дозах. И, наверное, пациенты с таким быстротекущим каким-то агрессивным течением метастатического почечноклеточного рака. Всем остальным пациентам это лечение может быть предложено. Спасибо. Вот это то, что я хотела подчеркнуть и представить. Спасибо. Об преимуществах неволумаба уже говорили. Ну, и хочется, да, конечно, но хочется, вот я не знаю, что надо сделать для того, но смотрите, уже столько лет прошло, казалось бы, да, вот 10 лет назад началась эра таргетной терапии для лечения рака почки. К сожалению, доступ к этим препаратам пока еще достаточно ограничен. Мне кажется, прогресс как-то с лечением меланомы, он более быстрыми темпами идет, потому что препараты, в общем, ну, все-таки относительно не так давно были зарегистрированы. ситуации, ну, я не могу, конечно, судить обо всей стране, больше, наверное, ситуации в Москве, но все-таки достаточно большое количество пациентов получают таргетную терапию по месту жительства. Вот. Ну, будем надеяться, что как-то и при этой нозологии тоже ситуация изменится. Спасибо. Спасибо большое, Галина Ильина. Вопросы, да, пожалуйста. Я бы хотел вот о чем спросить. Там в рекомендациях дважды это есть, но вы на этом акцента не сделали. Я до этого просто не знал, что не только при светлоклеточном, но и при сосочком раке на первой линии ингибиторы тирозенкиназы и другие таргетные препараты в настоящее время рекомендованы. Но у меня тут даже персональный есть интерес, не конкретно для меня, а для моего коллеги, который болен как раз сосочковым раком. Это на самом деле достаточно распространенная категория, ну, афроамериканцы вообще чуть ли не 50% именно болеют сосочковым раком. Есть какой-нибудь эвиденс, доказательство того, что таргетная терапия при сосочковом раке действительно работает или эти рекомендации были даны на основе рекомендаций экспертов? Ну, у нас все-таки, ну, не частый, конечно же, не частый вариант морфологический. Вот в наших рекомендациях оставлена химиотерапия. Вообще, отдельные сообщения я видела о эффективности, в частности, по-моему, сунетиниба для вот таких видов опухоли. А я вот у меня, кстати, вопрос о конигривании. А включались ли пациенты с другими вариантами морфологическими в этом исследовании с неволумабом и с комбинацией пилимумаба и неволумаба? Принципиально светлоклеточный рак был. Только светлоклеточный рак. Только светлоклеточный. Хотя, в принципе, для популярного рака действительно сунетиниб, даже клинические исследования были, если Сергей Александрович подтвердит, именно эффективность сунетиниба, она в большей степени показана. Ну и, по-моему, еще веролимус, мне кажется, тоже. Или веролимус, или тамсоролимус, вот какой-то из этих препаратов тоже. Я тоже присутствую среди тех препаратов, которые рекомендуются при сосочковом раке. Вот поэтому, честно, я просто не видел этих исследований, потому что я конкретно раком почки в своей жизни, ну, мало интересуюсь, к сожалению. Вернее, очень интересуюсь, но слишком тяжело основаться. Up to date, что называется. Галина, можно я спрошу? Вы, в принципе, оценку проводили наших рекомендаций, и, как мне кажется, они очень похожи и соответствуют практически полностью международным. Но если мы посмотрим международные рекомендации, то обычно первым пунктом идет участие в клинических исследованиях. А в наших российских рекомендациях такого пункта, мне кажется, нет. Ну, да, вот это, кстати, действительно очень хорошее замечание. Да, я просто забыла на это обратить внимание. Казалось бы, при такой широкой, ну, или, ну, конечно, в каждой стране есть свои особенности. Я думаю, что не так все радужно, как, может быть, нам представляется. И определенные ограничения доступа тоже, конечно же, есть. Но, тем не менее, действительно всегда на первом месте стоят клинические исследования. Я думаю, у нас их убрали по одной простой причине. К сожалению, мы с вами хорошо это очень знаем, но до нашей страны доходит очень и небольшое количество исследований. И всегда мы имеем очень жесткие ограничения. Ну, по крайней мере, в большинстве исследований, там, пять больных может центр включить. Ну, не знаю, очень редко, когда вот этот, нет такого, да, такого жесткого ограничения. Вот поэтому, наверное, это просто, ну, как, не то, что негуманно, но рекомендовать то, чего нет, ну, не очень, наверное, правильно. Вот, я думаю, это единственное. Пожалуйста. Я не думаю, что вы хотите, чтобы еще раз озвучили, это необходимость ПДЛ-тестирования. Надо или не надо? Потому что доктора, я знаю, что с регионов уже где-то в некоторых регионах готовы покупать неволома. Необходимость экспрессия? Ну, для, ну, пока, вот, насколько я знаю, пока необходимость есть такая только при назначении пембролизумаба в качестве терапии первой линии. Вот только одно единственное показание зарегистрировано. И при меланоме кожи, и при раке почки. Такого жесткого, такой жесткой необходимости нету. И результаты говорят, что да, есть небольшие различия в зависимости, конечно, от уровня экспрессии, но, тем не менее, это всегда лучше, чем контроль. Поэтому, да, и плюс сегодня мы еще узнали, что на самом деле у нас и нет такого валидизированного метода для определения. И каждая лаборатория, та, которая это делает, видимо, делает это по каким-то своим внутренним, ну, не знаю, законам или практике. И насколько это соответствует, там, да, современным взглядам. Поэтому нет, такой необходимости нет. Мы можем их назначать, если у нас есть такая возможность. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.